Здравствуйте, я Марина Смарагдова и сегодня мы погрузимся в биографию здания одного из самых заметных и статусных в Ярославле. Без него уже невозможно представить ансамбль Советской и Ленинской площади. Административное здание было построено в 1981 году. Проект разработан в мастерской известного архитектора Всеволода Николаевича Шестопалова. За него он получил звание лауреата государственной премии. Лауреатские звания получил и весь авторский коллектив. Какие же принципы легли в основу столь удачного проекта? Задача была архи сложная. Большой объем нужно было вписать в уже сложившуюся застройку, причем не рядовую. Важно было найти форму, которая стала бы органичной в среде исторических статусных зданий. Вариантов было много, от шестиугольника с куполом до контраста старого и нового. Но авторы проекта пошли единственным правильным путем. И они вписали в здания по красным линиям улицы Нахимсона, Кирова, но отодвинули постройку от улицы Андропова. Это пошло на пользу. Крупный объем уравновесила площадь, где позже появился живописный сквер и фонтан. Прозрачность внутреннего двора благодаря высоким проемам пилонады тоже стала эффектным приемом, связывающим здания с существующей малоэтажной застройкой и примиряющейся исторической фактурой. Воздушно смотрятся и ажурные решетки с советской символикой. Сначала они были сквозными, сейчас пролеты закрыты пластиком. Архитекторам нужно было примирить не только стиле ноевика. Что придумали авторы? Имитацию каркасной структуры и массивные блоки. Все вместе это дает объемность и массивность стен. Внутреннее пространство здания организовано симметрично. Главная ось симметрии проходит по центральному входу. Далее идут фойе и вестибюли. Пространство фойе довольно низкое, с множеством точечных светильников. Поднимаемся выше на второй этаж. Здесь небольшой фойе и большой зал. Все это образует единую пространственную структуру. Большой зал решен очень интересно. Его объем выдвинут за пределы здания в пространство внутреннего двора. Убранство и световое оформление вторят декору вестибюля и фойе. Большое внимание также уделено проработке интерьеров, лаконичных, но выразительных. Галерея генерал-губернаторов начинается с Алексея Петровича Мельгунова, первого ярославского генерал-губернатора. Это совершенно не случайно, поскольку здание построено на месте дворца-наместника. Он был построен в 1787 году. Его фланкировали два корпуса присутствующих мест. Дворец предназначался для губернатора Алексея Петровича Мельгунова, любимца Екатерины Второй. Дворец-наместник был разобран по указанию императора Павла, а кирпич пошел на строительство кадетского корпуса на Московском проспекте. В 20-м веке здесь стояло небольшое двухэтажное здание. И вот только в 80-е годы прошлого столетия архитектурный пробел был заполнен. До встречи на городском! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова